Действительно, наш зоопарк это одно из излюбленных мест. У нас более 350 тысяч посещений нашего зоопарка. Несмотря на то, что он небольшой, локальный, он не в самом прекрасном состоянии, будем говорить откровенно. Но, тем не менее, он очень хорош и наполнен эмоционально, потому что у нас самая высокая рождаемость в Украине. И это, наверное, свидетельствует о том, что все-таки зверюшкам, которые там находятся, им достаточно комфортно. Это подвигнуло всех нас. И, собственно, у нас есть, если шутки в сторону, у нас есть программа развития зоопарка, потому что через два года наш зоопарк будет праздновать свое столетие. И поэтому мы, собственно, все сейчас понимаем, что надо предпринимать срочные меры. Вы знаете, что очень активно реконструируются действительно скверы, парки, зеленые зоны. Зоопарк, так как это действительно одна из излюбленных точек, куда приходят жители и гости города. Плюс уже реконструированы в первой части Преображенский парк. Сейчас изменена входная группа. Будет входная группа от улицы Мечникова через парк Преображенский со специальными зонами активностей. И разработано несколько проектов, которые уже начинают имплементироваться, вводиться. Так как у нас Преображенский парк был отгорожен мавританскими арками. Это стиль, который был такой присущ нашему городу. В таком же контексте будет входная группа со стороны парка Преображенского, в этом же мавританском стиле. И мы хотим, чтобы у нас действительно очень хорошая коллекция животных. Хотим ее развивать. Для этого действительно нужно создавать новые условия. Все движется вперед, в том числе условия для пребывания наших друзей, младших и меньших. Поэтому мэр дает конкретные поручения. Теперь еженедельно мы будем докладывать ему о том, какие есть возможности, какие есть серьезные, насущные, первоочередные задачи и проблемы. Потому что зоопарк – это же не только визуальная, а внешняя картинка. Это очень серьезная внутренняя работа, и научная работа, и кромоблок, и работа по тому, как ведут себя животные в определенные погодные условия, которые им свойственны или не свойственны. Это и прививки, и очень-очень много всего другого. Все это уже начало делаться и будет теперь выводиться на внешний фактор, на картинку, на визуализацию. Поэтому я думаю, что уже к лету мы получим какой-то первый объект и первое представление, которое собираемся открывать. И дальше поэтапно, постепенно наш зоопарк будет реконструироваться. И понимаем, что к 2022 году Одесский зоопарк приобретет совершенно иной облик. И это не только излюбленным местом, куда приходят семьи. Это действительно станет просто объектом показа, куда будут приезжать туристы и куда будет приятно прийти любому человеку. У нас действительно была добавлена территория. Сегодня у нас зоопарк уже занимает площадь более 6 гектаров. Это со стороны трамвайно-троллейбусных мастерских, и со стороны улицы водопроводной, там, где новая парковка. Это уже зоны зоопарка. Они пока еще не освоены, но они уже присоединены. Мы уже получили акт на землю. Это очень кропотливая и длительная работа. Она заняла несколько лет, но мы его уже получили. Мы получили уже разрешение и утвержденную проектно-смертную документацию. Это тоже требует очень большого временного фактора. То есть, фактически, вся документальная, процедурная история закончена. И теперь уже можно воплощать, переходить к конкретным действиям. Да, содержание сейчас у нас очень... Сделан прекрасный тигрятник, а лев у нас в ужасных условиях. Сейчас по входной группе мы хотим сделать для хищных птиц новые вольеры, потому что условия для орлов не совсем те, которым они... Ну и дальше будут и псовые, дальше будут идти и копытные. Хотя для копытных как раз для них условия, в общем-то, нормальные. Они, наверное, будут для их пребывания. Может быть, визуально это не очень ярко, но для копытных условия пребывания нормальные. Поэтому будем двигаться как бы параллельно по созданию условий оптимально-максимальных. Например, для нашей любимой слонихи Венди нам нужно расширять слонятники. У нас есть очень большие надежды, что все-таки когда-нибудь, несмотря на то, что Индия запрещает слонов к вывозу, все-таки партнера и мужа для нашей Венди нам привезут из Индии, например. Потому что это было бы здорово, чтобы у нас получилась пара семейная слонов. Но для этого нужно расширять слонятник и укреплять его. А рядом как раз находилась клетка хищных, поэтому блок хищных будут перемещаться. То есть уже есть план, уже понятно поэтапность. Но все это очень такие приятные заботы и хлопоты, которые будут связаны с обустройством и визуализацией наших устремлений в зоопарке.